Я свои сентенции постараюсь изложить позже. Добрый вечер всем. Я напоминаю, что с моей точки зрения наши занятия посвящаются памяти и возвышению души Люба Бат-Михаэль Лезерсон Мешков, которая ушла из жизни в этом году и сделала очень много и для Алии русскоговорящего еврейства и в борьбе за землю Израиля, и для того, чтобы русскоговорящие евреи могли читать и знакомиться с пророками на высоком, я бы сказал, современном уровне. Это мое небольшое видение. Теперь мы с вами перейдем сейчас к 13 главе. Я только постараюсь поднять текст на экран. чтобы мне не ошибиться. Вот 13 глава. Скажем, мы ее видим достаточно крупно. Что-то нам мешает. Надеюсь, что нет. Глава 13. Глава 13 посвящена уже пророчеству. И мы уже с вами затронули эту тему. Мы представляем себе, насколько это распространенное явление уже пророчества. Мы говорили о Мальбиме, который нам объяснил, что не всегда уже пророчество является обманом, когда человек говорит со мной, говорил Бог, а Бог с ним не говорил. Иногда человек поднимается на высокий духовный уровень. И все же недостаточно для того, чтобы правильно понять пророчество, пророческое видение, вскрыть смысл пророческого видения. И когда ему дается что-то свыше, он не всегда правильно понимает. То есть эти два момента, либо прямой обман, когда человек, скажем, из политических целей говорит со мной, говорил Бог, а Бог с ним не говорил. И второе, это ошибка при толковании видений, образов, которые человек получает. Мальбим сказал, что в то время, когда в народе есть сильный человек, есть сильный пророк, то духовный уровень всех людей поднимается и для многих открывается возможность подняться на уровень пророчества. А здесь человек должен быть готов к тому, чтобы воспринимать пророчество. Если у него есть стремление к духовности, если он пытается возвыситься, пытается дотянуться до духовных миров, иногда могут быть ошибки, связанные с тем, что у него не хватает достаточной чистоты, достаточной такой направленности к правде. Когда он никому не хочет угодить, а хочет сказать и, прежде всего, понять, а потом сказать только правду и без всякой примеси какого-то, может быть, страха сказать правду. То есть достаточная высота души должна присутствовать для того, чтобы верно принимать пророчество. И вот обращение Ихискеяля, к Ихискею, сын человека, пророчество и обращаясь к пророкам Израиля, предсказывающим мир, и скажи предсказывающим из сердца своего, слушайте слово Бога. Здесь речь идет о лжепророках, хотя они называются пророками. Для того, чтобы... Мы, по-моему, неожиданно здесь говорили. И для того, чтобы немножко представить себе это явление уже пророчества, я выписал для вас слова Еремияву, которые, как мы знаем, пророчество и в тот же период. И, по всей видимости, между Ихискеем и Еремияву есть связь. Или просто Всевышний говорит с ними об одном и том же. Говорят, что два пророка могут пророчествовать об одном и том же, но они не могут пророчествовать одними и теми же словами. То есть нету повторения. Проблема скрывается с разных сторон. И мы часто это видим в книгах. Есть, казалось бы, повторения, но, тем не менее, какие-то детали того, что говорил один пророк и как бы повторил за ним другой пророк, какие-то детали этого оказываются очень важными. И вот Еремияв говорит об этом же и сказал мне, Бог, не молись за благополучие народа этого, если будут поститься они, не услышу молитвы их и не принесут они жертвы всесожжения. И если принесут они жертвы всесожжения, даже не приму их. И мечом, и голодом, и болезнью, и стеблюми. И сказал я, о Бог всесильный, вот пророки говорят им, не увидите вы меча, и голода не будет у вас, и в истинный мир установлю для вас вести этом. Мы помним о том, что подавляющее большинство пророков, они всегда заступаются за народ. И Еремияв не является исключением. Несмотря на то, что Всевышний его предупреждает, не молится народ этот, он неоднократно обращается ко Всевышнему с тем, чтобы указать, что люди находятся в тяжелом положении, и те ошибки, которые они совершают, у них есть причины, проблемы, которые не зависят от них самих. Можно представить себе Еремияву, который подвигается постоянным преследованием, слова которого они принимаются, над которым часто смеются, и тем не менее, он обращается ко Всевышнему с молитвой за весь народ. И в данном случае он говорит Всевышнему, что ты обвиняешь их в том, что они не понимают проблем, они поднимают подстание против Новохудныцара без какой-либо попытки исправить морально-нравственный уровень, без какой-либо попытки обратиться ко Всевышнему, получить от него ответ через истинного пророка. Ты хочешь наказать их за то, что они идут на путь, встали на путь войны с Новохудныцаром. Они в этой войне видят неизбежность. Им представляется, что Новохудныцар, если покориться ему, то он угонит все население Ягуды в другие земли, в плен. Но кто бы мог их убить, кто бы мог их разубедить, их никто не может разубедить. Есть множество уже пророков, которые пророчествуют и сбивают их с толку. О, Бог всесильный, вот пророки говорят им, не увидите вы меча, и голода не будет у вас, и вы истинный мир установлю для вас вместе. Это можно услышать на улицах Харушалайма и в других городах каждый день с утра до вечера, как сегодня, можно в любой момент включить радио или телеэкран, или подойти к компьютеру. Точно так же в Яуде того времени можно выйти на рынок, выйти в любое место, где собираются люди и услышать пророчество о том, что все будет благополучно и что Бабель падет еще раньше, чем он сможет подойти к Ирушалаиму, что Ирушалаим никогда не будет захвачен. Мы с вами говорили о том, что многие из этих уже пророков опираются на то, что произошло во времена царя Шискиягу, как мы можем представить, примерно за 120 лет до этих событий. Сан-Хирир подошел к стенам Ирушалаима, его войско неожиданно, после того, как он подошел к Ирушалаиму, еще не успел окружить его, его войско, 180 тысяч, умерло под стенами Ирушалаима. Это придавалось на первом Израиле уверенность, что есть союз Всевышнего, который неразрушим, и этот союз основывается на том, что всегда будет стоять храм, что всегда будет существовать Ирушалаим, как святой город, и какие вы испытания не посылались, сыновья Израиля выстоят в них. И сказал мне Бог, Иеремьяу говорит, что уже пророки уверяют, что все будет благополучно, сказал мне Бог ложь, пророчествуют пророки эти, от имени моего не посылал я их, и не приказывал я им, и не говорил я им. Видение ложное, колдовство, несбыточное, вымысль из сердца своего предсказывают они вам. Разве Иеремьяу это не знает? Разве в чем смысл ответа Всевышнего, когда он говорит Иеремьяу очевидную вещь, собственно, то, на что Иеремьяу сам жаловался, что пророки говорят ложь, слова, которые не исходят от Всевышнего. Понятно, ответ понятен. Вы должны знать, где правда и где ложь. Это очень тяжелое требование каждому человеку и ко всему народу различить между правдой и ложью. Не идти за большинством, или, по крайней мере, далеко не всегда идти за большинством, а суметь услышать один правдивый голос. Естественно, что мы с этой проблемой сегодня в стране Израиля сталкиваемся почти ежедневно, особенно перед выборами. Мы пытаемся угадать, кто хотя бы более-менее правдив, кто, по крайней мере, сдержит свое слово, кто говорит вещи, которые, скажем, избирают тот путь, который может нас хоть немного куда-то продвинуть вперед, и пытаемся угадать ложь, которую нам говорят. Это очень трудно, очень непросто. Но людям в то время, когда жили истинные пророки, такие как Рим и Ягу, это все-таки было намного проще. те люди, которые говорили на рынках и площадях, конечно, они были, может быть, известны в своих городах, как провидцы, как те, кто умеет обгадать сны, но это невозможно сравнить с той силой пророческой, которая была у Рим Ягу, и которая была знакома очень-очень-очень многим. Очень многие могли себе представить тот уровень пророческий и тот уровень праведности, который был у Рим и Ягу. Так что, все лишние говорят, они должны знать, что они пророчествуют, люди должны знать, что эти пророки пророчествуют ложь. Поэтому так сказал Бог и пророк, и пророчествуют они от имени моего, я не посылал их, говорят они, что меча и голода не будет в стране, это ничем, и голодом истреблены будут пророки те, а народ, которому пророчествуют они, раскидан будет по улицам Ярушалаема, и некому будет хранить их, их самих, жены, их сыновей, их дочерей, и завью на них зло их. Тяжелые очень слова, но очень часто в пророках, в Ишаяху, ответственность возлагается на тех, кто говорит ложь, тех, кто делает ложь, и тех, кто их поддерживает. Тех, кто их поддерживает. И одни поддерживают, потому что они верят с предсказанием лживым, а другие, а другие из страха, другие ради того, чтобы польстить тем, кто идет, так сказать, в мейнстрим, в общей такой струе, пытается присоединиться к ним. Ишаяху о таких людях говорит, «Будут они паклей, а злодеи будут огнем, и загорятся вместе». То есть злодеи, и те, кто их поддерживает, они загораются вместе, и их подобие, как огонь и пакля, так говорит пророк Ишаяху. Естественно, что эта посылка очень непростая, и требование очень непростое знать и различать, где правда, где правдивое пророчество, но где есть правда. Но иногда, или даже, скажем, очень часто есть ориентиры, которые позволяют определить истинное пророчество, отличить истинность пророчества от ложного. Например, как мы с вами дальше увидим, ложные пророки предсказывают мир, предсказывают благополучие, не предъявляя никаких требований к сыновьям Израиля, не говоря, что что-то нужно исправить, что-то нужно улучшить для того, чтобы удостоиться божественной защиты, защиты свыше. Все будет, все хорошо, и все будет хорошо. Это первый признак, то, что пророчество такого рода является, пророчество является ложным. Дальше приводится, дальше приводится пример в 28-й главе Ереме-Ягу. Я просто думаю, что мы с вами эти моменты смотрели, мы сейчас пойдем дальше быстро. Есть Хананья, сын Азура, пророк из Гевиона, приходит из города Гевиона, и он объявляет то, что через два года Бабель пойдет, и те сосуды, которые Новохудный царь унес в Бабеле, положил в доме своего божества в Бабеле, сосуды из храма, они вернутся, они вернутся, вернутся в Иерушалай. Но вместе с ними, как надо понимать, вернутся и изгнанники, которые были угнаны вместе с царем Ихонией. И Еремьягу говорит, что он хотел бы, чтобы предсказание Хананья исполнилось, но этого не будет. И он говорит о том, что пророчество Хананья ложное, пророчество Хананья ложное, и что он умрет в тот же год. И здесь в конце, мы, по-моему, с вами обсуждали, я думаю, что хорошо, что мы немножко вспоминаем. Сейчас пойдем дальше. В конце 28 главы пророки Еремья уговорится, и умер Хананья пророк в тот же год в седьмом месяце. Умереть в тот же, сделать что-либо, чтобы все были здоровы, живы-здоровы, но умереть в тот же год в седьмом месяце невозможно, потому что с седьмого месяца начинается Новый год, как мы знаем, месяц Тишей, это Новый год, и естественно, что в Елуде был тот же календарь, которым мы пользуемся сегодня, с первой Тишей начинался Новый год. Почему же сказано так, и умер Хананья пророк в тот же год в седьмом месяце. Хананья велел своим сыновьям, чтобы они его похоронили, после Нового года, после первой Тишей, чтобы они могли сказать всем, что Еремьяу предсказал неправильно. Он предсказал, что Хананья умрет в этом году, а он умер в следующем году. То есть здесь можно говорить о психологии людей, можно говорить, что иногда человеку важно, чтобы его считали правым, чтобы его считали истинным пророком, хотя он, у него, по крайней мере, у самого в этом есть сомнения, но ему это настолько важно, что он заботится даже о том, чтобы его слова как-то подтвердились, или, скажем, слова Еремьяу опроверглись, были опровержены даже после его смерти. Есть такое выражение в русском языке, я не очень люблю его, но, наверное, оно сюда подходит, на миру и смерть красна. Человек уже стоит на пороге будущего мира, стоит, должен отвечать, понимает, что он будет отвечать перед Всевышним и его заботит о том, чтобы его не обвинили во лжи, хотя он сам сомневается в своих словах, чтобы его не обвинили во лжи люди в Иудее, его знакомые, близкие, и он идет на такое ухрещение. Так сказал Бог всесильный горе пророкам бесчестным, которые идут за своим желанием и за тем, что не видели. Идут за своим желанием то, что мы с вами говорили. Есть пророческая картина, но человек, у которого есть, как говорят, адженда, некоторое, скажем, да, желание как-то увидеть эти вещи в определенном свете, он и толкует это видение в том свете, в котором он хочет увидеть. Если приближенные царя говорят о том, что будет победа над наповедом царем, любое видение они столкуют в таком плане, что обязательно будет победа над богат царом или еще лучший богат царь вообще не дойдет до Ирушалаема и так далее. Идут за своим желанием. Это горе пророкам бесчестным, которые идут за своим желанием и за тем, чего не видели. за тем, чего не видели. Можно это понять, представить, что они видят определенную картину, но это то, что Всевышний им не показывал, и то, чего они не видели, в том смысле, что нужно большое напряжение для того, чтобы это пророческое видение понять так, как они хотят. Фактически этого нет в пророческом видении, то, что они пытаются рассказать. Как лисы на развальных городов твоих будут пророки твоих Израиль. Я помню, что мы говорили об этом, здесь предсказание будущего, что как мы понимаем, что дикие животные, иногда крупные животные, чаще мелкие животные и дикие птицы, они селятся на развальных городов, находят себе там какие-то расщельные, убежища людей нету, но зато есть много пищи, есть много мелких грузунов, которыми можно питаться. И вот очень часто лисы, они селятся на развальных городах, на тех местах, на тех местах, которые осталили люди. Здесь образ такой, параллель, что значит быть как лисы на развальных городах. И после разрушения храма, после разрушения городов Иуды, которое произойдет, когда Новокудный царь вторнется в Иуду, пророки, лжепророки не остановятся, они будут оправдывать себя, они будут выкручиваться как лисы, как хитрое животное и говорить. Ну, мы говорили, конечно, о том, что будет мир, но вот все-таки мы предупреждали о том-то и о том-то, мы имели в виду то-то и то-то. Это частый прием, которым пользуются, как вы знаете, и политики, и газетчики, когда их ловят на какой-то лжи или какой-то несуразности, вот, то они говорят, что, ну, конечно, мы это сказали, отрицать невозможно, но мы же имели в виду совсем другое. Это обычный прием, это лисыка на развальных городов поедут пророки твои Израиль. Теперь неожиданный упрек в словах Ехискея или в тех словах, которые Всевышний вкладывает устав Ехискея, не поднялись ли, чтобы встать в проломах стен и не возвели ограду вокруг дома Израиля, чтобы выстоять войне в день испытания посланного Богом. Мы понимаем, что есть немалое число людей, немалое число праведников, и мы уже сталкивались с этим пророческой картиней, Ехискея, что есть праведники, которые в состоянии могут понять ситуацию, могут проанализировать и политическую ситуацию, и соотношение сил, но, что самое главное, они могут проанализировать и духовную ситуацию, и понять те проблемы, которые есть в народе, и которые должны быть исправлены, вместо того, чтобы, скажем, строить крепостные сооружения, которые окажутся бесполезными, без того, чтобы исправить бесполезными, если общество не будет исправно, если не будут неисправные недостатки, вместо этого надо было бы исправлять недостатки, такие люди есть, их немало, но они, как мы с вами видели в пророчестве, в котором было показано, как ангел Гавриэль проходит по Рушалаеву и отмечает людей, которые достойны спасения, а потом оказывается, что они не спаслись, почему не спаслись, как мы помним, потому что они сидели в своих домах и вздыхали, но ни у кого из них не хватило ни смелости, ни сил для того, чтобы встать и начать действовать, пытаться что-то исправить. И вот это обращение, оно обращение после того, как нам представляется, что очень трудно отличить истинное пророчество и отложного пророчества, и Всевышний возлагает ответственность на снове Израиля за то, что они не отличают истинное пророчество от ложного, хотя это сложно сделать, после этого есть замечание такое Всевышнего, что есть люди, которые все видели, все поднимали, все понимали, проблема в том, чтобы они не поднялись, чтобы встать в проломах стен и не возвели ограду вокруг дома Израиля. речь может быть идти и не только об этом поколении, не только об этом времени. Мы с вами видели опять сюда, что Всевышний упрекает несколько поколений, и как бы поколение разрушения храма несет ответственность за все поколения, не потому, что на него возлагаются чужие грехи, а потому, что оно, это поколение не смогло исправить и не захотело исправить недостатки предыдущих поколений и продолжало их. Один из недостатков это не здесь такой образ дается, что осажденный город, его штурмуют враги, используют тяжелые стенобитные машины, тяжелые метательные прощи такие с огромными камнями. Стены могут быть пробиты, но это еще не все, город еще не обязательно падет, есть стены пробиты, там, где стены пробиты, в проломах стен, становятся сильные крепкие воины, которые предотвращают вторжение врага. Иногда эти проломы удается наспех заделать, завалить, но нужен какой-то в какой-то момент нужно сдержать врага, натиск врага, который устремляется в эти проломы. И здесь образ, который дает пророк, что сыновья Израиля когда-то были похожи на крепкий город, потом в нем появились проломы, проломы, которые как бы, что можно сказать, как бы сделало дурное начало, сделало эти проломы, можно сказать, нечестность, искривление суда, они сделали проломы, через которые устремляется враг, когда враг устремляется через те проломы, которые были сделаны Бирушалаем и устремиться Бирушалаем через те проломы, которые сделают ценобитные машины, то это результат того, что духовная стена уже была проломлена, и заделать эту брешь в духовной стене не нашлось людей, которые или заделают брешь, или встанут и предотвратят вторжение врага. Но главное, чтобы мы понимаем с вами, что есть такие люди, которые прекрасно видят ситуацию, но не решаются пойти против всех. Предрекали несбыточные и гадания лживые в устах говорящих слово Бога, а Бог не посылал их, и надеялись, что исполнится слово их. Обращение к ложным пророкам. Они, которые говорили слово Бога и знали, что это не Бог не посылал их, и они надеялись, что то, что они говорят, исполнится. Как это может быть? Как могут быть такие люди? Как они могут говорить то, что заранее знают, что они говорят ложь, и не от Всевышнего, и ожидают, что это исполнится? Здесь я опять же выписывал для вас строчки из Иеремияго, которые можно сравнить с тем, что здесь сказал Ихискель. И вот так сказал Бог, слава бог воинств, рубите деревья и насыпаете вал против Иерушалайма. Против Иерушалайма это не для того, чтобы захватить Иерушалайма, для того, чтобы построить параллельное сооружение. Он, этот город, должен быть наказан. Весь он полон насилия. Как родник истекает водой, так он источает зло свое в нем. «Зло свое в нем только и слышно, что насилие и грабеж. Беспрестанно передо мной муки и раны. Образуйся, Иерушалайм, чтобы не отшатнулась душа моя от тебя, чтобы не превратил я тебя в пустыню, землю необитаемую». Это то, что хотелось бы понять, что здесь есть параллель между Иеремияго и Ихискелем. Ихискелем говорит о проломе стены в духовном плане, а Иеремияго говорит о том, что строят защитные сооружения и не понимают или не хотят понять того, что защитные сооружения не помогут, если в городе царит несправедливость. И известные слова Иеремияго. «Рами народам у его врачи, они с легкостью, речью уже пророков, говорят мир мир, а нет мира». Здесь как бы игра слов. Мы понимаем, что мир на иврите «шалом» от слова «шлемут» – «цельность». Вот они говорят «шалом, шалом», и это перекликается как бы со словом «цельность» – «вээнь шалом». А нету этой цельности. Как же может быть мир, когда нету цельности? Когда все в духовном мире разрушено и разбито. Средятся ли они того, что делали мерзости? И так далее. Значит, здесь это параллель, которая есть в Иеремиягу. И опять же упрек того, что были все возможности понять, где истина, а где ложь. Это из Иеремиягу продолжаем, из 28 главы немного. Так сказал Бог, остановитесь на путях ваших и оглянитесь, и расспросите о путях древних, какой путь лучше. И по нему вступайте, и найдете покой в душе своей. Но они сказали, не пойдем. Никто, конечно, не говорил Всевышнему, не пойдем. Но поведение народу таково, что мы не будем смотреть на то, что было раньше. Мы не будем учить хумаж, и не будем стараться понять, за что народ был наказан. Мы не будем заглядывать в пророка, мы не будем слушать пророка Амоса, который пророчествовал за 150 лет до этих событий и говорил о всей нечестности, несправедливости и тех результатов, которым она приведет. Не будем слушать это ни хумаж, ни, скажем, ни Тору Маше, ни пророков. Вот мы не слушаем. Не пойдем. Не пойдем по тем путям, которые начертал Маше и пророки. И поставил я стражей над вами. Внимайте звук урога. Подставил вам умных людей, которые, как дозорный, когда он видит приближение врага, он трубит в рог умных людей, мудрецов Торы, которые предупреждали. Но они сказали, не станем внимать. Опять же, конечно, никто не произносил этих слов, не станем внимать. Но все поведение, оно таково, как будто нарочно не хотят слушать ни слова получения, ни слова наставления. И общество вырастает общество, в котором создается несправедливость. Никто не хочет понять, что моральные уровни народа и степень честности суда, они определяют защищенность города, ну уж, по крайней мере, не в меньшей степени, чем не оборонительные сооружения. Поэтому так сказал Бог Всесильный, поскольку говорили вы несбыточные и пререкали живые, вот я поднимаюсь войной на вас, слово Бога Всесильного, и будет рука моя на пророков, предрекших несбыточные и нагадавших ложь в собрании народа моего. Не будут они и письменами Дома Израиля в собрании народа моего они не будут. Они и письменами Дома Израиля не будут записаны, и на землю Израиля не вернутся, и будете знать, что я в общей семье. Всевышний, как бы, в редких случаях говорит, что я направлю свое наказание на отдельных людей. Я сделаю так, что все эти ложные пророки, говорит Всевышний, они исчезнут в изгнании. Может быть, кто-то раскается, может быть, раскаяние повлияет и отменит это восстановление небес, но мы понимаем, что люди, которые зашли так далеко, которые жили во лжи, которые спекулировали на том, что якобы с ними говорил Всевышний, им очень-очень трудно раскаяться, и Всевышний обещает, что это явление лжепророчества, оно исчезнет, и оно не повторится. Люди эти исчезнут, и они не будут в народе Израиля. Мы можем с вами попытаться представить себе, что даже в Бавиле, в Павелоне, ложное пророчество, ложное пророчество не исчезло, а даже, может быть, наоборот, приняло крайне уродливые формы. Сейчас мы постараемся с вами этот момент высветить, если это получится. Просто я сейчас попытаюсь найти. Есть Агада, который рассказывает об Ахабе, сыне Кули, не путает с тарем Ахабом, не имеет ничего общего, живет примерно во время Ехизгеля, и Цитки, сыне Мааси, которые выдавали себя за пророков. И им мало того было, что они в Бавиле, находясь в Бавиле где-то, они при дворе Набакудныцара были близки к нему, развокатели, добились высокого положения при дворе, но им этого было мало, и они начали соблазнять женщин при дворе Набакудныцара. И пришли они к дочери Набакудныцара и сказал ей Ахаб, что по поведению Всевышнего она должна лечь с Цитки. Цитки сказал, что она должна лечь с Ахаб. И она пошла и рассказала об этом отцу своему. А Набакудныцар, будучи человеком неглупым, он сказал, что Всевышний ненавидит разврат. И сказал дочери, если они к тебе придут еще раз, то отправь их ко мне. И он спросил им, кто им сказал такое. Они сказали, что Всевышний и Набакудныцар не поверил и решил их испытать. Он бросил их в огонь, как бросил в огонь Ханане Мишеле Азария. Мы дойдем до этой истории. Ханане Мишеле Азария спаслись, а они сгорели. Причем, когда он их хотел бросить в огонь и испытать, или точнее показать уже, что их пророчество можно, то они сказали, что Ханане Мишеле Азария, их было трое, они спаслись из огня. Нас только дворец. Набакудныцар дал им выбрать любого праведника, и они выбрали Яшуа, сына первосвященника, последнего первосвященника Сарая, который был в первом храме, сына Яшуа. И они решили, что заслуги праведника их спасут, но они их не спасли. Ахавы Куя сгорели, а Яшуа остался жив, и только края одежды обгорели. Можно воспринимать эту году как чистую правду, можно воспринимать ее как некоторый гротеск, преувеличенную историю, что угодно, но только она свидетельствует о том, что ложь, я бы даже сказал, вранье просто, которое основывается на том, что Всевышний якобы избрал довольно много человека пророком. Это все не кончается, это продолжается в изгнании. И Всевышний говорит, я бы заботился тем, чтобы эти люди, чтобы эти люди исчезли. То, что они не раскаются, или, по крайней мере, подавляющее большинство из них не раскаются, мы видели, что я видим это из того, что они сравниваются с лисами на разваленных. То есть они будут выкручиваться и завертываться, но не захотят сказать, что они были неправы. Именно за то, что вели в заблуждение народ мой, говоря, мир, а мира нет. Опять мы видим параллель между Ихискелем и Емьяво. И он, народ, строил разделительную стену, а они обмазали ее штукатуркой, негодной. Здесь еще один образ. Народ строит разделительную стену между тем и тем. Можно посмотреть по-разному. Наиболее четко здесь высвечивается, что это разделительная стена между народом и Всевышним. Можно сказать, между народом и пророком, которые говорят истину. Народ возводит эту стену. То есть отделение от правды, его нельзя назвать ошибкой. Конечно, да, там, скажем, слушают кого-то с закрытым ртом. Иногда трудно, человек говорит красноречимо очень, иногда трудно отделить правду от лжи, но у всего есть своя причина, своя первопричина. И Всевышний опять отказывается видеть такое следование за лжепророками, уважение к ним, то, что прислушивается к столам. Всевышний отказывается видеть как случайность, как обман, извинительное что-то. Нет. Сами построили разъедительную стену. А лжепророки, они ее только обмазывали штукатуркой, приукрашивали. Там, где были трещины, что не получалось где-то сказать вот так или так. Что, где приходил какой-то человек, который говорил, ну, это не может быть. Тут же появлялись же пророки, которые эту трещину замазывали штукатуркой, чтобы не было видно обмана, чтобы не было видно несоответствия, чтобы не было видно неграмотности тех людей, которые пророчествуют мир-мир. А лжепророки, они только обмазывают штукатуркой стену, построил народ. И Ехевский уверенно обратиться и сказать, скажи обмазывающим штукатуркой, негодной, упадет она, эта стена, дождь проявлено начнется, и вы, градины каменные, и вы, градины каменные, упадете, а бурный ветер проломит стену. Здесь как бы двойной такой образ, один духовный, другой. В материальном мире, прежде всего, в материальном мире, здесь изображается осада города, когда летят, на город летят камни, и из метательных орудий, и вы, градины, проломит стену, есть штурмы, литараны, которые пробивают стену, и стена эта упадет. Вместе со стеной Ярушалаема, в физическом мире, упадет духовная стена лжи и обмана, которую построили, которую построили уже пророки. И вот, когда упадет стена, это неужели не скажет вам, где та штукатурка, которую обмазывали, неужели не скажут вам, где та штукатурка, которой обмазывали вы ее обращение к лжепророкам, и удивление Всевышнего, вот это все рухнет. Но неужели не придут к лжепророкам, не скажут, вы так старались замазать все? Где же эта штукатурка, которой вы все замазывали? Как же ваша ложь ложится на ту действительность, которую мы видим? Как же ваши обещания ложатся на то, что Иерушалай, 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 и жители угнаны в плен. Поэтому так сказал Бог Всесильный, и проломлю я стену ветром гурном, ярости моей, и будет дождь приливной, который пошлю в небе моем, играли мы каменные в ярости, чтобы уничтожить вас. Здесь можно видеть об этом, как бы опять же, такой материальный пласт в материальном мире отражение или разговоры о Барсаде, как о буре, о дожде, о граде, который сыпется на горы. И разрушу я стену эту, что обмазывали бы, как мы представляем себе, вместе с Иерушалаемом упадет и стена лжи, и повалю ее на землю, и обнажится основание ее, и упадет она, и погибнете вы под ней, и узнаете, что я Бог. В общем-то, обращение ко всему народу, как мы сказали, что все причастны к этой лжи. И залью я всю ярость мою на стену эту, и на тех, кто обмазывал ее штукатуркой негодной, и скажу вам, нет стены, и нет тех, кто обмазывал ее. Основной гнев на лжи пророков, которые сравниваются с теми, кто обмазывал стену штукатуркой. Опять же, если искать параллели, то можно увидеть параллель в пророке Амоса. Я просто здесь выписал на еврите, но я сейчас не буду переводить, хочется оставить хоть немножко времени на обсуждение. Просто мы скажем, что пророк Амос в седьмой главе говорит о том, что он видел Всевышнего, который стоит на стене, и у него в руках отвес для измерения высоты. Он стоит на отвесной стене, и в руках его отвес. И сказал мне, а мол, что ты видишь? И я сказал ему, воема одна и ныне, сам она, и он сказал, что я вижу, анах, отвес я вижу. И Всевышний говорит, Амосу, правильно, ты видишь, я опущу отвес в среду народа своего, я больше не буду прощать ему за его грехи. Здесь такой же образ, что народ построил стену для того, чтобы отделиться от Всевышнего. А Всевышний как бы стал выше этой стены и измеряет ее высоту. И этот отвес, он как бы образ строгого суда. То есть я опущу в народе, то есть я промерю в каждом месте. То есть с одной стороны есть образ этой стены, с другой стороны эта стена существует повсюду. в сердце каждого. Вот я опущу отвес в народе и промерю высоту той стены, которой люди и народ, и люди отделяются от Всевышнего. И я подойду с точки зрения строгого суда. Прежде всего, промерю высоту этой стены, которую строю для того, чтобы отделиться от Всевышнего. То же самое, можно сказать, отделиться от правды, отделиться от пророков, от слов пророков выстраивают эту стену. Ну, давайте мы здесь остановимся. Дальше речь идет еще об одном явлении, которое процветало и которого можно найти параллели в нашем мире. Это о колдовстве, когда не лжепророки, а колдуны и колдуни предсказывают и предсказывают людям и предсказывают им ложь, предсказывают, что они уцелеют, будут целы, пускают в ход свои колдовские приемы для того, чтобы якобы защитить их жизнь, защитить их душу и так далее. Мы постараемся посмотреть эту тему подробно. Сейчас я останавливаюсь, пожалуйста, если что-то есть из вопросов, то я буду рад попытаться или ответить или обсудить вместе с вами. Квадарав, позвольте мне такой вопрос. Я понимаю, что он может быть вполне риторическим, но все же, я его задам. Это очень хорошо. Я очень люблю риторические вопросы. Да, прошу прощения за, может, не сильно изобретательный вопрос, но все-таки это же был период, когда были настоящие пророки, сила пророчества настоящего и параллельно вот эти вот фокусники, которые выдавали себя за настоящих пророков. Ведь человек, он мог сравнить и, наверное, как-то понять в конце концов, что вот это истинно. Почему же люди так обманывались? Это было желание услышать что-то конкретное, да? Вот поэтому? Ну, вот мы здесь говорим об очень тонкой вещи. Вообще, как бы все пророки, они строятся на тонкостях. И вы действительно говорите, что вопрос иртонический, вы просто его подчеркнули, что у человека, а иногда и у народа есть желание увидеть что-то, увидеть, что все будет благополучно. Желание не видеть свои недостатки, не видеть недостатки народа, не видеть то, что нужно исправить, а жить в такой эйфории, что все хорошо, что у нас большие достижения, что мы движемся вперед теми мильными шагами, и дальше все будет очень хорошо. Если мы как бы представим себе современный Израиль, будем надеяться, что, будем надеяться, что, как говорят наши мудрецы, что Израиль больше не падет, двух раз достаточно сверхголовы двух изгнаний, глобальных двух изгнаний, и третьего не будет, будем надеяться на это, но скажем, мы не говорим о разрушении Израиля, о падении Израиля, ни в коем случае, упаси Бог, но мы говорим о том, как продвигаться вперед, как продвигаться вперед, как исправлять недостатки, как не дать нашим противникам поставить нас в тяжелое положение. И в этом случае, в нашем случае, мы можем заметить эту тенденцию, что есть желание не замечать недостатки, есть желание верить тем, кто говорит, что все будет благополучно, а что мы, у нас все в порядке, и будет все благополучно. Гораздо труднее слышать тех, кто указывает на недостатки, кто призывает сделать какие-то усилия для того, чтобы сделать эти недостатки. скажем, мы все это видим с вами и в современном обществе. Интересно, опять же, еще раз можно подчеркнуть, что ответственность возлагается не только на тех, кто говорит неправду, а тех, кто верит этой неправде и идет за ней. это то, что можно подчеркнуть. Быть правдивым, честным человеком, видеть недостатки. Можно сказать, видеть недостатки и в религиозном обществе, не только в политике. Это непростой идеал. Для этого нужно очень большое мужество внутреннее. Прежде даже, чем ты встанешь, что-то сделаешь, надо большое внутреннее мужество. У меня выразилась такая форма, и я несколько раз ее обсуждал с кем-то. Формула такова, что есть несколько видов подвигов. Бывает подвиг на поле боя. И это великий подвиг. Бывает подвиг где-то в политике, на трибуне встать и сказать то, что думаешь. А бывает еще один подвиг, и он, наверное, самый великий. Это подвиг подумать, подумать, увидеть вещи правдиво в неискаженном свете. И с этого подвига начинается все остальное. Но прежде всего очень трудно признаться себе в правде, увидеть какие-то недостатки, еще труднее найти пути исправления и потом попытаться хотя бы что-то сделать. Это очень трудно. Гораздо легче идти за теми, кто говорит, что у хорошо, мы большие праведники и так далее. Это, как говорят в современном мире, это комфортно. А вот в современном мире очень многие ищут комфорта, комфортного положения, комфортного состояния. Гораздо комфортнее не конфликтовать ни с кем и представлять себе, что все хорошо и так далее, увидеть недостатки и пытаться исправить их и возразить кому-то и пойти против мейнстрим. Это очень трудно. Я в скобках расскажу вам, может быть, я несколько раз упоминал о своем разговоре с одним евреем из Америки. Мы с ним обсуждали про борьбу в Советском Союзе евреев и так далее. Говорили о том, что о благих вещах но в какой-то момент он говорит I'm a stream Jew. Что ты хочешь от меня? Что ты от меня доверяешь? I'm a stream Jew. Я человек, я еврей, который идет и плывет по течению. Я ему сказал, что таких евреев не бывает, поскольку у кошерной рыбы есть снапир, то, что называется, плавник на спине, в котором есть косточки. Если там косточек нету, это рыба не кошерная. Что это означает, что рыба может плыть против течения. Та рыба, у которой есть снапир, вот такой плавник на спине с косточками, она может плыть против течения. поэтому как бы не бывает рыбы кошерной, которая не в состоянии плыть против течения. Не бывает еврея, грубо говоря, кошерного, который не в состоянии плыть против течения. А то, что все хорошо и замечательно, и только осталось еще научиться как следует делать дела от еды, мовение рук утром или перед едой. Это как бы успокаивающая, убаюкивающая песня. Она как бы очень-очень проблематична. Всегда есть новые задачи, есть проблемы в обществе. вот и увидеть их не так просто и попытаться сделать что-то исправить так же трудно. Гораздо легче сказать, что все будет хорошо. Как часто говорят в Израиле, это может быть не так плохо, но в этом тоже есть неправление и обеспечения. Все будет в порядке. Все будет хорошо. Да, Квадорав, я понимаю, о чем вы говорите. Скажите, пожалуйста, вот есть еще такая тенденция, вполне возможно могу озвучить ее, и много кто почувствует что-то в этом. Но как часто принято в религиозном мире, к сожалению, что если представитель одного течения скажет что-то, скажем, такое, что это не совсем в рамках веры еврейской, то ему скажут, ты говоришь лошонара. И таким образом закрывает, пытается рот человеку, который, в принципе, говорит толковые вещи. То есть это то же самое, с чем сталкивались, возможно, в народе в период настоящих пророков и лжепророков, когда если находились какие-то смелые люди, то им говорили это лошонара, и ты не прав, и так далее. возможно. Во-первых, во-первых, я никого не трогал, никого не говорю. Я не права, что вы, ни в коем случае, но я в целом про дискуссии определенного рода. Скажем, если вы берете, скажем, эту проблему, то я бы сказал, она частная, частная проблема, которая относится к нашей общей проблеме. Для того, чтобы, скажем, или как сказать, лошонара можно назвать все, что угодно, есть на это галаха, есть какие-то общие представления, общие посылки, которые нужно знать, прежде чем обвинять кого-то в лошонарах. С другой стороны, кроме, как мы понимаем, кроме понимания недостатков, надо еще уметь иметь достаточно терпения и доброжелательности для того, чтобы обратиться к людям так, чтобы они не обижались. Это очень трудно. Говорят, что со времен Рабиакива нет таких людей, которые Рабиакива никогда не обижался, когда ему указывали на какие-то его недостатки. Это большая проблема. Большая проблема общения с людьми и указать на недостатки и так далее. Это большая проблема. я не знаю, как ее решить. Скажем, можно что-то делать в своей жизни, в своем окружении для того, чтобы что-то исправить, иногда не указывая другим на недостатки, а просто своим примером или своим духовным ростом пытаться исправить недостатки, которые существуют вокруг нас. с лошонарами совершенно правильно, но это отдельная тема. было сделать лошонара и посмотреть прежде всего, что говорит Туратмима о лошонаре. Как Туратмима не Хоббицхайм, а как Туратмима в главе В.Яшев, как он определяет, что такое лошонара. Можно от этого оттолкнуться и подумать. Было очень полезно, потому что действительно у нас Хоббицхайм как главный получается пример в основном приводится, а вот хотелось бы услышать еще параллельно. Все можно сделать. Очень трудно перейти на какую-то конкретику. Скажем, можно начать лошонар учить лошонар и можно как всегда посмотреть, Хоббицхайм это не единственный подход к проблемам лошонар и это все можно сделать, но всех задач не охватить. не охватить. Я только надеюсь, что тот текст пророков, который мы разбираем, он более-менее понятен, а для того, чтобы делать какие-то конкретные выводы и пытаться представить себе, что такое лошонар и как им пользоваться или как им не пользоваться, это нужно отдельные уроки. Большое спасибо, Равзеев. Равзеев, можно вопрос? Да, пожалуйста, если я смогу ответить. Лучше риторически. Вопрос лучше риторически. урок. Это вы сами будете решать. Риторически это вопрос или нет. Можно ли сказать, что за 70 лет произошло исправление тех грехов, за которые был разрушен храм? Можно сказать, что в каком смысле произошло исправление всех грехов? Четко сказано, что за эти три греха был разрушен храм. Через 70 лет все можно было восстанавливать. Как бы просится, напрашивается, что было исправление. Я вам расскажу. Опять же, все как-то получается непросто. Тут не скажешь да и нет. Я вам только могу попытаться пересказать то, что говорит Маорал на цехе своей. Он говорит так, что очень странная посылка в трактате Детин, что первый храм был разрушен за пролитие крови, прежде всего за делопоконство, пролитие крови и разврат, а второй храм был разрушен за Лошонарай. Маорал спрашивает совершенно очевидную вещь, а что во втором храме не было пролития крови, не было разврата, не было этого поклонства. Все это было, к сожалению, с лихвой. Ничуть не меньше, гораздо в большей степени, чем в период первого храма. В чем тогда суть дела, что первый храм разрушен за три греха, а второй храм разрушен за безпричинную ненависть. Он говорит так, что здесь нужно смотреть с точки зрения духовного мира, то, что делает часто Маорал, там, где не получается, он приходит после духовного мира и, в шутку говоря, и правильно делает. И он объясняет так, что первый храм похож на в первом храме народ похож живое тело. Вот heißt, здесь есть божественное присутствие. Божественное присутствие как душа, народ как тело, который принимает это божественное присутствие. Во втором храме божественное присутствие отходит. И когда отходит божественное присутствие, то, скажем, все ненастоящее. И прежде всего, как мы знаем, и долбоконство, это уже и то, и долбоконство, которое было в первом храме. И пролитие крови, он говорит, что это не пролитие крови, когда льется человеческий кровь. Пролитие крови – это когда божественное присутствие отошло. И это похоже на то, как уходит жизнь. И отделение души от тела похоже на то, как уходит жизнь. Это называется пролитие крови. Во втором храме уже никто не мог оттолкнуть это божественное присутствие таким образом, потому что оно было слабое, еле как бы цеплялось все те грехи, которые многочисленные, которые были. Они не оттолкнули остаток божественного присутствия, которое было во втором храме. И то, что во втором храме господствовала взаимная ненависть, морал объясняет так, что живое, когда есть душа, человек представляет собой, он живой и все едино. Если кто-то умирает, упаси Бог, что все были живы и здоровы. Душа уходит, тело рассыпается на отдельные части. Он говорит, что это то, что произошло с народом во втором храме. И в конце концов, после разрушения второго храма, просто все рассыпалось. И в этом плане проявилась взаимная ненависть. То есть я не знаю, насколько мне на одной ноге удалось это объяснить, но можно представить так, что в первом храме есть божественное присутствие, пролитие крови – это уход божественного присутствия от народа, это есть пролитие крови. Во втором храме все рассыпается, и нет единства, и главным становится отсутствие единства, а не пролитие крови, которое морал понимает как уход божественного присутствия. Это его картина. И из этого есть очень много важных выводов. Один из выводов, скажем, очень важный вывод, что материя разъединяет, она сама по себе рассыпается, а духовность объединяет, склеивает вместе. Поэтому чем больше духовных устремлений, тем больше единства. И там, где господствует это не то, что ковыряние в каких-то деталях, детали все важны, но там, где господствует неприязнь на основе ковыряния в деталях, там можно сказать, что там нет духовности, там все рассыпается. И для того, чтобы было единство между людьми, они не определялись друг к другу и не говорили, что вот это сделано неправильно, сделано неправильно в несущественных вещах, и не ненавидели друг другу за это. Для этого должен быть стремление к духовности, интерес ко Всевышнему, стремление приблизиться к Нему и так далее, и так далее. Так что вы совершенно правы с вашим вопросом, абсолютно правы. Ответ только не простой, по крайней мере, это то, что у меня есть. Не то, что все исправилось, а все изменилось. У меня очень хороший ответ, очень интересный, совершенно для меня хедушный. Не я, это морал. Отлично. Вообще стараюсь себя не выдумывать. Спасибо. Большое спасибо всем присутствующим. Напомню, что вы хотели рассказать еще что-то. Рассказать? Да, я извиняюсь, я прервал. Извиняюсь. Ну, я не... Смотрите, давайте, может быть, мы заходим занятие завтра, по каким-то общим образом. По подходу к современной глухам, подход к глухе, проблемы общества, скажем, не в плохом каком-то плане, а просто, скажем, в понимании нашей традиции и так далее. Пожалуйста, я готов это обсудить. Давайте какое-то занятие, хоть следующее, можем по суде обсудить к этой теме. Спасибо всем присутствующим. Большое спасибо за вопросы. Спасибо большое. Болитарические вопросы. И жду встречу вечера с вами. Вам удачного переезда. Удачного переезда. Удачного переезда. Удачного переезда. Я никуда не переезжаю. Надеюсь, встретиться с вами в этом же доме и говорить о нем еще много-много лет. Борохов. Спасибо. Все хорошо. До свидания. Спасибо вам за вдумчивый урок и за вдумчивые ответы. Спасибо, спасибо, спасибо. Окей. Всем счастливо. Пока.